Галина Михайловна Панкова приехала в Иславское из Ханты-Мансийска. Впервые в Одинцовском районе Сибирячка побывала два года назад. Тогда под деревней Палицы поисковики нашли останки погибшего бойца, а при нем смертный медальон, который удалось прочитать. Героя звали Петр Андреевич Графеев. Ему было 34 года. Дома в Тобольском районе Ханты-Мансийского округа его возвращения ждали, но так и не дождались жена и двое детей. Нам повезло, что наш дед, мы знаем, кто он, где, и мы знаем, что за его захоронением всегда ухаживают, и мы поэтому спокойны. Начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой, пожалуй, главное событие 41-го года. В течение долгих дней и ночей шла оборона столицы. К началу декабря стало понятно, что план «Тайфун» не сработал, и взять сердце Советского Союза не удастся. Немцы начали отступать. Вахта 2017 завершается, но нашу с вами вахту нам стоять всю жизнь. За наших дедов и прадедов, за отцов, за тех, кто не думал о том, что его молодая прекрасная жизнь оборвется сегодня, может быть, через секунду. Они думали о нас. Они о нас не знали, что мы будем, что мы придем, но они думали, что мы должны жить. Село Иславское – небоевое. Сражения шли в двух километрах от населенного пункта у Аксиньена, Синькова, Палицы. Ближайшая точка к линии фронта – деревня Маслова. В этом году там полностью отреставрировали памятник погибшим землякам. В этом году все наши памятные места, наши памятные захоронения наших воинов полностью отреконструированы, приведены в порядок. И в частности в деревне Маслова наш памятник полностью одет в гранит. И мы надеемся, что память наших жителей в отношении воинских побед будет тверда, как этот гранит. Говорить о войне можно много, но так и не приблизиться к пониманию того, какой подвиг совершили советские бойцы, сражаясь за наше право на жизнь. Реконструкция эпизода боя должна наглядно показать, в каких условиях и какой ценой наши предки день за днем приближались к великой победе. Дмитрий приехал в Одинцовский район из Калуги. В этом году он советский артиллерист, в прошлом немецкий солдат. Но это формальность, признается любитель истории. Я только по одной стороне баррикад был. На нашей стороне, на стороне нашей истории, на стороне нашей России. Форма – это просто форма работы патриотической. В реконструкции эпизода боя приняли участие более 20 клубов из разных областей России и Белоруссии. Подготовку к исторической дате начали еще несколько месяцев назад. Сначала разработали сценарий, потом приступили к полевым работам. Ребята начинают за 3-4 месяца уже делать сценарий непосредственно мероприятия. И с ноября месяца, а иногда и с октября, выезжать сюда на поле. И силами молодежи Одинцовского района готовить плацтеатр. Зрители старания реконструкторов оценили по достоинству. Мальчишки эмоционально комментировали ход боя. А потом живо обсуждали его исход и значение, прекрасно понимая, что главная цель происходящего – сделать так, чтобы они помнили. Это надо же, когда мы же вырастем, своим же внукам еще рассказывать. Люди должны знать, кто их защищал. Бой завершен, можно исследовать окопы и боевую технику. А участники реконструкции констатируют, если раньше зрители стремились запечатлеть себя в условиях, приближенных к военным, то теперь в первую очередь задают вопросы по истории Великой Отечественной войны. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.